Столичный театр начал турне по городам и селам. Пока дали только два спектакля в Григориополе. Но нас уже спрашивают наши подписчики в соцсетях, когда и куда артисты поедут еще. Когда живешь в столице, можешь ходить в театр хоть каждые выходные. Но положа руку на сердце, многие ли из нас так делают? А в глубинке, особенно в селах, есть, как принято говорить, большой запрос на культурный досуг. В Григориополе театр собрал полный зал и на детскую золушку, и на вечерний спектакль смешанные чувства. Артисты даже не ожидали, что так будет. Вместе с театральной труппой на провинциальные гастроли отправилась Анета Шаповаленко. Обычно как? Зрители идут в театр, а сейчас наоборот, театр сам едет в гости. Декорации уже загрузили, актеры в автобусе, гастроли начинаются. Театр едет в Григориополь. Там покажут два спектакля. В автобусе хорошее настроение и песни. Это же театр. Взяв что-то там и слезы, и детскую мечту, да. Но мой плод, цветы из песен и слов, всем моим бедам назло. А вот и Григориополь, дворец культуры. Артисты приехали за пару часов до начала спектакля. Звукорежиссер настраивает технику, монтюры ставят декорации, проверяют цвет. Актеры наносят грим. В это время на улице толпа первоклашек. Автобусы с маленькими зрителями везут их из школ города и сел района. После дистанционки мы очень устали. Мы давно не виделись. Мы хотим играть, двигаться, прыгать. Поэтому спасибо, что нам устроили такой праздник. Мишу только что подвезла мама на велосипеде. Настя приехала полчаса назад. Боялась опоздать. Юная леди готовилась особенно. Это ее первый спектакль. Ты сама накрасила губы? Подожди, ты же знаешь, как хайлайтером пользоваться? Расскажи мне, как им надо пользоваться? У меня тоже на пленосах. Вот здесь у нас пинк носа. Дети понемногу заполняют зал. Для них сегодня спектакль «Дюймовочка». А вот и она в гримёрке. В тёплых валенках Насте разминаться удобнее, чем в хрустальных туфельках. С платьем история ещё интереснее. Счастливое платье «Дюймовочки». Кто надевает платье, тот выходит замуж. Либо беременеют. Как-то так. А у тебя как успехи? У меня вот недавно предложение. Работает, значит, да? Значит, работает. С актрисами всё понятно. Тушь, помада, корсеты. А где же актёры? Заглянем за кулисы. Вот это разминка. Настоящая игра тени. Не-не-не, покажи красную панду, покажи красную панду. Давай, шаманское дыхание. Антон. Всё, воздух пошёл. Это помогает успокоиться, размяться, подготовиться. Для всего помогает. От морщин, для сердца. Как вы себя заряжаете перед спектаклем? Есть же такое, да? Вот слышно там за кулисами. Уже ждут. Недавно радостные. На сцене сказка, знакомая с детства. История о самой маленькой девочке в мире. Малышку похищают жабы. Юные зрители от удивления открывают рты и сопереживают. Следующая сцена – выход танцующих жуков. Зрители фотографируют, кивают головой в такт музыки. А это встреча с невоспитанным кротом. Девочка за него чуть замуж не вышла. Финал сказки. Даже после трудностей всё равно приходит счастье. Дюймовочка с принцем танцуют на сцене. Таисия подпевает в зале. Дюймовочка нашла друзей и любовь. Таисия аплодирует стоя. Мне понравилась Дюймовочка. Почему Дюймовочка не вышла замуж за крота? Он же богач. Ты бы вышла замуж за крота? Нет. Она не вышла, потому что он был слепой, некрасивый. За кого бы вы отдали Дюймовочку замуж? За принца. За принца. А за крота жабу нет? Нет. За крота. Опачки. Интересный вариант. Почему? Муж же он слепой. Он же вот этот мужичок. В конце, когда предложил дядя, предложил дюймовочке выйти за него, это был самый трогательный момент. Ты расплакалась? Нет. Первый класс из второй школы. Какую оценку ставит в спектаклю? Десятка. Десятка? Да. Десятка. Миллионы здесь. Да. О, миллион. Давайте. Кто предложит больше? Двести. Артисты не ожидали увидеть в зале столько зрителей. Аншлаг. В перерыве со сцены убирают блестящее конфетти. Ставят новые декорации им через три часа следующий спектакль. Есть время поговорить с режиссером. Где вы находитесь, когда вы не участвуете в спектакле как актер? Правду сказать? Вы можете показать, да? Везде. Обязательно я нахожусь через каждую секунду в каком-либо другом пространстве. И еще и за кулисами, и еще бывает и на улице. Вот сейчас вы первые, наверное, кому я сказал, и почему я проникся, я сам не знаю. Но, в принципе, это одна из немногих тайн режиссерских. Режиссер, он же мастер. Так называют его актеры. Раскрыл нам еще один секрет. Главный маэстро театра – спортсмен. Бывших спортсменов не бывает, а я спортсмен, поэтому… Мастер спорта, да, Советского Союза. Нет, это нужно говорить. Мастер спорта Советского Союза по боксу. Если проводить аналогию со спортом, то неважно, где и как мы находимся, каждый спектакль – это Олимпиада. Вы можете провести такой небольшой гид? Заглянули, может быть, в гримерку, чем заняты актеры? Меня-то они могут выгнать, а вас точно нет. Меня не выгонят. Сейчас я вам покажу один секрет, который пройдет на спектакле. Вот из всех этих коробок, ну, наш зритель, который уже в Террасполе видел этот спектакль, знает, что с одной стороны это коробки, потом в какой-то момент они будут трансформироваться в такую замечательную картину. Девушка, вообще надо осторожно заглядывать. Наша перекусочная база. Смотрите, какие у нас тут явства. Вот. А, вот главный герой, да? Да, Семен Григорьевич, собственно говоря. Ирина Михайловна, ты уже сгувай? Нет, нет, все. Вот это наша народная артистка в процессе. Слушайте, мы вам сегодня столько секретов выдаем, сколько, наверное, за всю жизнь не выдавали. Час до спектакля смешанные чувства. А вот и первые зрители. Андриана и Лена – супруги с фамилией Брага. Как напиток. Пара вместе больше десяти лет. Дочку оставили у родных. Сегодня у них культурный вечер – свидание. Это муж сделал сюрприз? Да, вот честно, вчера вечером, если честно, он мне сказал. Ну, мы живем тут недалеко, в принципе, и иногда нужно разбавить как-то будни свои. А в этой паре инициатива за дамой. У Марии и Сергея конфетно-букетный период. Развлечений, говорят, тут немного. Я не могу не заметить ваши кудри, вы сегодня в платье, значит, это повод приодеться немного. Ну, я позвонила мужу, сказала, что сегодня будет концерт в театре, то есть, и будет очень интересный повод выйти немножко погулять. По этой же причине пришло это изящное трио. Культурный досуг – повод на людей посмотреть, да и себя показать. Девочки, почему без галантных кавалеров? Где потеряли? И такой вздох. Мы их и не искали, пока мы ищем самих себя, а не кавалеров. Как можно найти кого-то, если ты не знаешь, кто есть ты? Прости, тебе точно 17 лет? Да. Звание самого галантного кавалера неофициально получил Иван Дмитриевич. Как только мы подошли с камерой, все дамы тут же разбежались. Пришлось все брать в свои руки. Я давно не был на спектакле. И вообще, почему не восходится случаем, когда театр приехал к нам? Я последний раз был, когда в террасполе был. За полчаса до начала спектакля в холле людей прибавилось. Зрители встречают актеры. Так принято в театре. Это идет настройка на спектакль, это создание атмосферы, создание самого антуража этого времени, этой картины, этой обстановки. А вы сейчас в образе катаетесь на чемоданчике? Да, абсолютно. Вот, видите? Зрители неспешно двигаются в зал, занимают места. Поднимается занавес, на сцене новая история. Объединенный выход на сцену пора. Он и она, два немолодых, недавно вдовевших человека. Когда-то дружили семьями. Она собирается переехать, он пытается удержать. Это лирическая комедия. Главные герои шутят, публика тут же реагирует. Две! Две сотни! Две женщины! Герои ругаются, мерятся, вспоминают прошлое. Все это, чтобы просто признаться друг другу в любви. Финал. На поклон выходит вся труппа. Режиссер, директор. Зрители аплодируют стоя. Это высшая ценка. Мне все понравилось. Особенно последние песни, потому что я уже в таком возрасте. Очень сильно. Танцовка была мощная. Мне кажется, больше взрослый. Вот вам не было скучно? Нет, совсем. Нам было интересно. Актерская игра. Мы всегда открываются на общественных мероприятиях. Было интересно увидеть и посмотреть что-то новое для себя. Зрители довольны, а значит и актеры тоже. В следующий раз театр выступит в ДК села Малаешты. Анета Шаповаленко, Александр Зелинский. Отражение. Отражение. Продолжение следует...